МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И это правда. Здравствуйте. Саламасызба. До эфира у нас было время. Давид Семенович рассказал, что он на территории Казахстана жил на протяжении шести лет, и Казахстан его вторая родина, и в Ак-Тубе очень часто приезжал. Но сейчас он приехал с хорошим информационным поводом, с хорошими новостями. У нас будет постановка новая в театре Кукололакай. С кого начнем, Ася Ташбековна? Давайте я представлю гостя. Давид Семенович, мы дружим с 89-го года. Ну, и как-то часто говорили о совместной постановке. И вот как-то вот назрело именно в это время. И мы пришли к выводу, что нам надо что-то поставить. И он предложил материал «Белый пароход» по Чингизу Айтматову. И сейчас мы начинаем трудиться над этим спектаклем. Вот вы видите трех кукол, трех персонажей из этого спектакля. Тема ведь сама по себе непростая, потому что это сложное отношение ребенка с тем миром, который его окружает. И произведение написано в 70-х годах в советское время. И даже в советское время, когда очень много внимания уделялось воспитанию подрастающего поколения, появлялись такие маргинальные сообщества, у которых основная цель была только материальная жизнь. А мы все время говорим о том, что наша самая главная миссия – это любовь. Если нет любви, нет никакого развития ни к чему. И тогда начинаются всевозможные препоны. Поиски врага, изменения самооценки. Главное становится только материальной. Вот спектакль, который мы запускаем, как раз расскажет о том, как сложно ребенку в этом мире материальных ценностей обрести и сохранить свою душу. Поэтому, с одной стороны, ребенок, к сожалению, у произведения Ченги Зайдматова погибает, но так как мы делаем спектакль по мотивам, у нас не все так просто. У нас все будет по-новому, новая концовка и так далее. Или что будет? Мы концовку оставим многоточием. Финал, хорошо. Это вы такую концовку хотите поставить? У нас художественные идут разногласия, как у всех творческих людей, потому что, знаете, ведь мир не состоит только из черного и белого, а женское восприятие, оно особое, оно же дает объем. Поэтому, по повести Ченги Зайдматова, ребенок уходит, он становится рыбой, прыгает. Он погибает. Сыкуль, да, и в воде Рызыкуль, и становится рыбой. То есть, он прощается с этой жизнью. Он уходит из этого мира, где он не встречает эту любовь, понимание, и вообще он понимает, что, ну, в общем, как бы... Пустой мир, несовершенный мир, плоский. Это не его время или, я не знаю, нет понимания того, который... Как он воспринимается, он воспринимается совершенно по-другому. И он уходит из этого мира. Я говорю, это логично. Ченги Зайдматова об этом писал. Он говорит, нет, это же будет трагедия, это же надо вернуть ребенка. Потому что мы делаем спектакль не о драме, а мы делаем спектакль о том, как формируется и как могут убить любовь. Как это происходит? Любовь обыкновенную, детскую любовь к природе. Окей, они же убили, вот эти вот страшные монстры, они убили любовь. Да, но потом должна появиться надежда вот об этой истории, о том, что всегда есть надежда, всегда есть... Понимаете, мы же из Петербурга, а в Петербурге совершенно иная. Вот вроде город декораций, все приезжают и говорят, слушайте, у вас такая странная атмосфера. Кстати, в Октябренске белый-белый снег. Чистота, экологичность, ощущение прозрачности, ощущение вот этой чистой человеческого, простого общения. Люди вот с такими огромными глазами. Это большое наслаждение. И мы не можем же их обмануть в ожидании счастья. Ну, я думаю, что в любом случае накануне премьеры будет поставлена большая жирная точка, и вы придете к какой-то золотой середине. Какого числа, в какую дату будет премьера проходить в Театре Куколова? Не знаю, я девушка очень упрямая. Она наивно полагает, что мы затянем. Нет, мы 25-го планируем премьеру. 25 января планируется премьера, но генеральный прогон, сдача спектакля будет накануне проходить. Точно, совершенно. Все-таки хотелось бы, конечно, уточнить. Я понимаю, что здесь и мотив некий, и композиция, и финал такой замечательный. В общем, и куклы, и декорации уже все готовы, я так понимаю. Куклы шили новые. Почему выбрали Белый пароход? Посмотрите, название чистое, да, Белый пароход, не черный, не какой-то другой, потому что символ того восприятия, этого маленького странного человечка, потому что, видите, он даже не такой, как они, он светлый. У него светлые волосы, кто-то считает, что это седые, а кто-то говорит, ну, это вот как альбинос. Такой немного пепельный цвет, как будто волос. Да, такой вот он светлый. Ну, как-то хотелось его цветового выделить из всей компании этих монстров, которые живут ради денег. Да, при этом, они, понимаете, они же даже не осознают, что они монстры, что они люди, которые не просто маргинальные, не просто люмпены, а люди, у которых вот эта простота жизни, когда можно убить легенду, можно взять и убить символ целого народа, мать или ниху. Как так? А так, потому что мясо нужно. В общем, противоположно. Тут идет конфликт, я говорю, невежества и, так скажем, человека такого... И чистота, детская чистота, детская наивность, простота, которая не требует... Ведь уста ребенка глаголит истина, да? И он все время старается подбодрить, поддержать. Он пытается найти точки соприкосновения его богатого духовного мира и их плоского материального. Скажите, почему есть люди, которые терпеть не будут? Собак, кошек и вообще все это, и всех надо расстрелять, которые на улицу ходят, всех надо умертвить. Есть так. Есть люди, которые занимаются чисто из какого-то большого какого-то своего бескорыстия, создают какие-то питомники, кормят детей. Даже в Украине я знаю, что там собирают деньги, чтобы кормить. Вот эти вот уличные животные. Почему они разные? Почему? Потому что у них у всех свои рамки мира. У этого такая рамка, а у другого другая рамка. И они все люди, мы живем в одно и то же время, дышим одним и то же воздухом, и мы находимся в социуме, мы общаемся друг с другом. Может, да ведь не любят животных. Я очень люблю животных, и все в порядке, именно поэтому всегда ответственно отношусь и не завожу животных, если я не способен о них позаботиться. Это большая ответственность. Это большая ответственность. А моя дочка, у нее две собаки, две кошки, одна недавно ушла из жизни, и дальше они там друг с другом кто-то уезжает, оставляет у них животных. Вопрос в другом. Ведь на свет мы появляемся чистыми. Мы на свет появляемся без национальности, без вероисповедания, без религии. Потом мы узнаем, кто мы такие, и потом разделение происходит. То есть, обратите внимание, как дети в совершенно юном возрасте не различают ни цветов кожи, ни отличий человеческих. У меня русские дети, они там в Канаде разговаривали с рождения на русском языке, а местные на английском. Они разговаривают и понимают друг друга, хотя языки разные. Это вопрос о том, как ты воспринимаешь свою жизнь. То есть, если мы произошли от Всевышнего, значит, мы люди. А если это обезьяны, тогда есть выбор. Еще один такой момент. Все-таки, однозначно, вот слушая вас, я сейчас понимаю, что нужно посмотреть не только детям, взрослым тоже, для того, чтобы напомнить себе о каких-то ценностях духовных, в том числе, ну, материальных, понятное дело. Если они хотят понять своих детей, они должны прийти вместе со своими детьми. Один момент. Сама постановка рассчитана, все-таки это театр кукол. Да. И на детей какого возраста? Просто я помню, что любая постановка, это всегда праздник в театре кукол Алакая. И вот собака на тот момент, когда мы смотрели, мне показалось, все-таки это не для двух-трех лет. Хотя и двух-трехлетние тоже поймут какой-то свой момент. Вот здесь возрастная. Вы знаете, я просто не знаю, как в Казахстане градация возрастная, но дети от 10 лет. От 10 лет. Но мы делаем для всей семьи. Мы не различаем, потому что семья – это основа жизни, деятельности. Папа, мама, ребенок. И мы должны, наша задача – мотивировать, сохранять. Слушайте, Казахстан за это люблю. Я всегда благодарен буду Казахстану, потому что во время Великой Отечественной войны спасли мою маму, она была в эвакуации в Балхаши, и моя семья. Благодаря этому не попали в Холокост. И вот это ощущение счастья семьи в Казахстане я почувствовал. И поэтому любовь к Казахстану осталась, сохранилась, и я ее передаю своим детям. У меня дочка до 6 лет говорила на казахском языке. Да, поэтому там в Джасказгане когда росла. И поэтому мне хочется вот эту вот объединяющую, важную миссию народов оставить. Потому что Казахстан – яркий пример того, как люди разных народов были спасены в самый тяжелый период советского времени, во время Великой Отечественной войны. И эту любовь и ценность сохранили, понимаете? И я хочу, чтобы спектакль «Белый пароход», который написал Чингис Айтматов вроде о киргизском народе, а он точно о всех народах. Нету национального различия в человеческих качествах. Актерский состав, как вам? Каково работать с коллективом Асида Ажбековны? Ну, это всегда... Быстро вас тепло приняли? Всегда, всегда есть. Знаете, приняли очень тепло, и все хорошо, и замечательно. И я понимаю, что у артистов надежда, что все сыграют. Конечно, выбор будет достаточно жесткий, но мы стараемся сохранить так, чтобы актерский состав дублировал друг друга. И, конечно, мы постараемся сделать так, чтобы артисты смогли воплотить наши идеи на сцене. Вот я хотела бы еще пару слов добавить, наверное, Давид дополнит, о том, как он решает этот спектакль как режиссер. Там взаимоотношения не только кукол с куклами. Там еще и человеческие отношения, потому что артисты, которые разыгрывают этот спектакль, не приходят вспоминать эту историю как на поминках. То есть не поминки, которые застолье, а поминки, которые связаны именно с воспоминанием и попыткой прожить эту историю так, чтобы не совершилась беда, чтобы мальчик не погиб. Но, к сожалению, все равно она будет завершаться той самой историей, которую написал Чингис Айтматов. Но я поставил все равно многоточие. Потому что жизнь должна иметь перспективу. Для этого она жизнь. Не очень много времени эфирного у нас с вами остается, но, тем не менее, не могу затронуть. И вот международный фестиваль, Кукарт, о котором несколько слов вы сказали перед эфиром, я думаю, что буквально пару предложений было бы интересно все-таки услышать и по поводу принятия участия. Ну, во-первых, Ася Ташбековна периодически приезжает на фестиваль, потому что она директор одного из интереснейшего фестиваля, вассалам алейкум, который происходит у вас в Астане. В Ак-Тюбе. Ой, в Ак-Тюбе, простите, не хотел никого обидеть, особенно актюбинцев. Значит, и этот фестиваль продвигает Ак-Тюбе во все, ну, потому что представляется на моем фестивале. Миссия театра, фестиваль Ак-Кукарт, театр кукол один для всех. И эту миссию мы продвигаем. Поэтому вот наши коллеги и друзья с замечательным своим составом, труппой, мы часто видимся на других фестивалях, где я в жюри бываю. И я могу сказать, что это всегда большая радость, потому что таким образом Ак-Тюбе представлен максимально творчески. И об этом городе всем знают уже благодаря Асе. Я хочу добавить такую вещь, когда нас приглашают в фестиваль в России, в частности. И вдруг у нас нет возможности поехать. Я говорю, я вначале пишу, да, мы с удовольствием принимаем участие на вашем фестивале. А потом, когда получается, что мы не едем, я пишу, к сожалению, мы не приезжаем. Они говорят, да ты че. Вы уже везде заявлены. Мы так радовались. Все наши тут это, о, казахи приедут, мы их будем ждать, то, все, а казахи не едут. Я говорю, вот, и зачем вам такие нужны? Я не понимаю, что вы там столько много радости. И тут вот Тиберян говорят, ты че, у всех настроение упало, казахи не приедут там, то, все, мы вас так ждали и так далее. Но, тем не менее, мы будем ждать. Но это приятно слышать, я хочу сказать, в любом случае. Мы все равно ждем. И на моем фестивале 30 лет в этом году, моему фестивалю. Даже если Тупа не сможет, мы ждем обязательно Асю. Но я надеюсь, может, как-то вопрос решится, и мы все-таки попадем на... Ну, будем надеяться. И уверен, что для зрителей «Белый пароход» будет тем самым важной вехой для того, чтобы почувствовать себя снова в детстве. Еще раз напомню для наших телезрителей, что 25 января в театре «Кукол Алакая» ожидается новая постановка, премьера «Белый пароход», которую пропустить просто невозможно. Вы должны сводить не только ребенка, но и сами посмотреть. Еще у нас будет, конечно, возможность проинтервьюировать наших гостей. А пока представлю. Итак, сегодня у нас в студии были Бурман Давид Семенович, театральный режиссер и продюсер, президент международного фестиваля «Кук-арт». Он приехал из России, из Санкт-Петербурга. И всем знакомая в Актубе, Курман Альна Асята Ашбековна, директор театра «Кукол Алакай». Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Приятно с творческими людьми встречаться вновь и вновь. Огромное спасибо. Спасибо. Что мне сказали мои коллеги, это ты на пенсии. Ну что ж, на этом наша программа завершена. До скорых встреч. Генеральный партнер программы ТО КТП. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова